Всем привет! Недавно заходили в Фикс Прайс и кое-что прикупили уже для нового сезона, для огорода, для сада. Что же мы взяли? Вот такой почвобрикет, он стоил, по-моему, сейчас скажу, 79 рублей. Взяли мы его, чтобы посеять в него лук. Смешаем с обычной землей и посеем туда лук. Его надо разбавлять водой, и он на 8 литров. Уже такой брали в том году и что-то мы в него сажали, по-моему, арбузы. Взяли вот такое вот удобрение провангированного действия. Что-то похожее на осмокот, кто-то говорил, но здесь дозировка чуть-чуть другая. Это удобрение один раз в год, ну, за сезон надо удобрять им. Вот так вот оно выглядит. Обязательно сейчас откроем, посмотрим, что там внутри. И кому интересно состав, можете почитать, как им пользоваться. В этом году попробуем. Фирма вроде бы хорошая. Здесь и микроэлементы. Все есть. Вот такое удобрение стоило 199 рублей. Все сейчас у них там дорожает с каждым разом. Так, взяли вот такие сетки. Это для огурцов, чтобы не плести что-то там самим придумывать. Взяли вот эти сетки. Сетки стоили 59 рублей. Тоже откроем, посмотрим, что там за ячейки, как это все выглядит. Два на пять метров. Вот эти сетки. И взяли таблички. Тоже сейчас откроем, попробуем нарисовать. Там в комплекте идет карандаш, как простой. Здесь 20 штук. Стоили 55 рублей. Для сравнения в пятерочке 10 штук 77 рублей стоит. И там наклейки наклеиваются на вот эти вот штуки. Вот так вот выглядит удобрение. Обычные гранулки. И мерный стаканчик на 50 миллилитров. Вот такое пыльное, наверное, чуть-чуть это удобрение. Но в этом году попробуем, посмотрим. И подкормим заодно свои домашние растения, комнатные цветы. Потому что оно универсальное и для цветов, и для фруктов, и овощей. Там написана дозировка, сколько для чего использовать. Вот так вот сетка выглядит. Ячейки, так, довольно-таки большие. Но для огурцов как раз самое то. Можно еще для чего-нибудь ующегося придумать для каких-нибудь растений. Так она, не сказать, что прочная, а нормальная пойдет. На один сезон вполне себе сгодится. Вот так вот пишет этот карандаш. Карандаш похож на обычный, простой карандаш. Ну, из табличек, по-моему, она стирается. Если сильно потереть, можно стереть. Так что не знаю, как это. Если не трогать его, может быть, и останется этот карандаш. Не смоется. На что-то сомнительное. Можно, наверное, попробовать фломастером здесь написать. Специальные есть фломастеры, тоже продаются. Ну, попробуем. И так, и так написать. Но карандаш как-то не очень. Хотя до этого мы писали, с Алиэкспресс брали. Даже такие. Не такие похожие. И они как шершавые. На них не стиралось так. А здесь они гладкие. И с них очень так легко это все растирается. Вот так вот выглядит брикет. И его надо будет залить водой. Мы сейчас это сделаем, потому что сегодня будем сажать. И как раз он нам пригодится. Посмотрим, как он разбухнет. Приблизительно наливаем. Не обязательно там, как указано, полтора литра. Мы в том году на глаз слили. Как вам надо. Ушеб увлажненный был, не увлажненный. Заливаем горячей водой. Можно и кипятком заливать. Заодно обеззаразим грунт. Вот так вот выглядит она уже в растворенном виде. Добавили мы литра три на этот брикет кипятка. Вполне себе рыхлая. С фрагментами, как сено, как будто-таки какое-то. Есть большие веточки. Но это не критично. В такой грунт мы уже сажали. Почел грунт в том году. Ну и нам понравилось более-менее. Но мы его смешивали с землей. И в этот раз тоже смешаем. И посадим сюда лук.